Лариса Павлова, старшая вожатая 13-й школы, на своей должности всего полтора года. За это время она смогла не только сплотить вокруг себя ребят, но и наработать практический опыт для участия в муниципальном этапе конкурса «Вожатые года-2018». Вот не так давно мы рассказывали о великих людях нашего города, чьими именами была названа улица. Это вот последняя наша акция была. Также мы поздравляем ветеранов. А еще творческие конкурсы, благотворительные акции и экологические десанты на улицах Сарова. Обо всем этом Лариса Павлова рассказала жюри во время презентации своей методической работы. И результат не заставил себя ждать. Первое место и звание победителя городского этапа конкурса «Вожатые года-2018» достались именно ей. Мы презентовали новую программу, методическую разработку, которая основывалась на современных трендах, современных методиках. И вот сегодня мы немножечко об этом рассказали. Подобные конкурсы, по мнению организаторов, не просто возможность для старших вожатых города поделиться своим опытом. Это полноценный конкурс профессионального мастерства. И главный результат, которого достигают лучшие из лучших, успехи детей, ради которых и ведется кропотливая и сложная работа. Сказать ребенку о том, что ты нужен этому обществу, это архиважно, на мой взгляд. И увидеть тот результат, который достиг ребенок в социально полезной и социально значимой деятельности, и какие преобразования, прежде всего, произошли в его ощущении собственного «я» и его важности в этом гражданском обществе, на мой взгляд, это сегодня важно. Победа на муниципальном этапе для Ларисы Павловой – еще одна ступень в профессиональной карьере. Совсем скоро ей предстоит доказать важность своей работы уже на областном уровне в Нижнем Новгороде. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.